Добрый день, сегодня у нас в гостях Финн Костя Хейсканен. Он журналист, он военкор, он общественный деятель. Костя, расскажи, пожалуйста, как получилось, что ты из Финляндии приехал в Россию, ну и теперь как бы находишься в самых горячих точках? Надо сказать, что я потомок финнов-эмигрантов, которые в 30-м году приехали в Советский Союз, как говорится, поднимать Карелию, поднимать тогдашнюю дружбу между Финляндией и Россией, которая много финнов же переехала, правда, конечно, там и итог был не совсем хороший, но надо сказать, что моих как бы это не особо сильно коснулось, хотя тоже были проблемы. И я всю свою, как говорится, жизнь, поскольку на два фронта, то бишь это и Россия... Но тогда еще не фронт, а две страны. Ну, имеется в виду в хорошем плане, что культурный фронт, да, я делал культурные поездки, один из первых, очень много финнов возил, мы стали делать вот этот шарман Санкт-Петербург, чтобы не водкотуризм, как было, да, а чтобы людей по музеям водить, чтобы знакомить с традиционной российской кухней, там вот это вот. И, естественно, по Ингерманландским селам, по Карельским селам тоже. И очень дружил с депмиссией в Финляндии, сам в школе финской учился. И, соответственно, я дитё двух стран. Ну, ты родился в Ленинграде, но уехал в Финляндию. В Финляндию, да, моя бабушка финка, и моего отца биологический отец, он был немец, он воевал в рядах вермахта вместе с финнами. И когда вот его пленили, он был связистом, он не был нацистом, да, Хендрик, он познакомился с моей бабушкой Катри, которая была переводчицей, которая помогала Красной Армии. Вот, и потом, не знаю, что с ним случилось, но, во всяком случае, он погиб. И так вот потом бабушка вышла за Лебедева, и он, получается, усыновил моего отца. И надо сказать, что я всю свою вот жизнь, и что я помню, то культурные все мероприятия, да, в Финляндии и России были, как говорится, братья. И как в своё время сказал президент Урхо Калеве Кекканин, что Сайминский канал – это в гранит одетая дружба между Финляндией и Россией. Я приехал в Россию, несмотря на то, что там пишут, что я всё время жил в России, я приехал 5 января 22 года, я прилетел из Берлина делать проект «Из России с любовью». Этот проект заключался в том, чтобы объединить туризм и культуру, и делать такие роат-трипы, выезжать в Европу и показывать через балет, через мюзиклы, через танцевальные ансамбли, песни, пляски, возможности туристические. И он был поддержан на всех уровнях, но из-за пандемии тогда он затормозил. Челябинский инструментальный ансамбль не пустили в Берлин, как и колумбийцев, и венецуэльцев, потому что, типа, они заразные, а другие все были тогда не заразны. А я не был в России с 12-го, то бишь, получается, 9 лет я не был, а потом приехал в разгар пандемии. Меня пригласили в пресс-тур в Тюменскую область, потом я был в Ленинградской области, Псковской области. И когда вот я после вот этого долгого времени прилетел в Москву, то я вообще был поражен, что какими темпами, как город изменился, как вообще вся инфраструктура, Псков каким красивым стал, Ленинградская область, что вот эти вот дачные поселки, они даже перещеголяли финские вот эти дачи, куда все время Ленинградская область и Санкт-Петербург ездили. И, конечно, надо сказать, что уже тогда была какая-то конфронтация, потому что финские журналисты рассказывали только, как все мухи мрут от «Спутник-5», там, что вот это все какая-то, прячут эти трупы там, это самое в России, все поголовно умирают. А я рассказывал, наоборот, что как во время пандемии Россия помогает, в том числе и Италии, и другим Венгрии, странам, вот тем же самым «Спутником-5», которого все хаяли, да. И так как люди все-таки ходили в театры. Мы же в Берлине, например, мы были там все как крысы в какой-то в этой самой, в клетке, нас никуда не выпускали, масочный режим бесконечно. Я пек там финские булочки, пироги, мои грузинские друзья там пекли хлеб, там делали еду, потому что немцы не умеют вообще готовить. Они вот привыкли все, что вообще пить и там, да, готовые покупать. И даже пожилые немцы, они не умели. А когда у нас была пандемия, несмотря на то, что я журналист, то и актеров, и журналистов, и деятели искусств всех отправили, как это самое, ухаживать за пожилыми. И вот когда я там приходил, например, к старикам, да, они, о, ты bist eine Finne aus Finnland, ты из Финляндии, и начинали доставать эти портреты этих своих нацистских, да. Мне так смешно было это самое. Они никому это не показывали, а вот мне это все это там доставали, рассказывали, что мы там это самое с финнами были. Да, и действительно. И, знаете, я думал, что когда начнется вот специально военная операция, она будет очень короткая, потому что я думал, что, ну, Финляндия первая будет ратовать за дружбу, потому что я знал очень хорошо президента Тарья Халанин. Я с 2004 года по 2012 год входил в пул президентский Тарья Халанин. И Владимир Владимирович видел, и господина Лаврова, и Дмитрия Медведева. Ну, всю политическую элиту. Она же приезжала в Финляндию на мероприятия, на встречи, ну, и, соответственно, в Санкт-Петербург. А в Санкт-Петербург я ездил уже после 90-х, там, 3-4-5 дней, когда возил финнов или организовывал какие-то культурные мероприятия. В свое время с Валентиной Ивановной Матвиенко открывали генеральное конство в Финляндии, которое финны первые закрыли, назло, как говорится, чтобы визы не давать, да. И вот эта вот дружба, она мне казалась, что она будет вечная. И когда я написал письмо тогда Сауле Нинисту, когда я увидел, что российских военных их расстреливают, над ними издеваются, пытают, то я думал, что я, как уважаемый журналист, мои фотографии во всех СМИ печатали, которые я снимал, репортажи делал, том же самое Илта Лехти, Илта Санумат в вечерних газетах, я тоже все время опубликовался, то финны мне поверят. А получилось, что это правда, она никому была не нужна. И тогда я задался вопросом, а с чего этот конфликт начался. И я очень хотел поехать на Донбасс. Но меня не брали. Я обращался и в ту партию, и в другую. Сказали, что это очень опасно, что там вот идут... А в 23-м году Александр Михайлович Бабаков, вице-спикер Госдумы от «Справедливой России», позвал меня и других журналистов от редакции «Ваши новости», которая организовала эту поездку, поехать на Донбасс, пообщаться с пленными украинскими, посмотреть, что такое «Азовсталь» или «ИЧ», ну и вообще своими глазами увидеть. И у нас было вот это вот пять дней. Мы жили вместе с исландским корреспондентом Хаукером Хауксоном, который 25 лет уже в России живет. И вот мы были в этом отеле, и там все время... Я думаю, как вообще можно жить в таком, как этом самом, аду? Ну, по нам как бы не при... Ну, где-то вот все время вот это было слышно. И один раз я пошел за какими-то там пирожками или что-то утром, и прямо вот где-то рядом, очень рядом такой вот этот свист, что-то ударило, и там кто-то люди на улице стали орать «беги», и я куда-то это самое... И я тогда понял, что убивают-то мирное население, а не то, что в Европе говорят. А когда началась специальная военная операция, то финские корреспонденты рассказывали о том, что происходит в русском Донбассе, в Донецке, а картинка у них была оттуда, но они типа имели такой вид, как будто это в украинском Донецке. У них же было разделение, да, правильно. И еще мы не понимали, что какой огромный Донецк. У него же, получается, 37 километров протяженность. И вот когда там, ну, тогда машины сопровождения, все как-то это очень быстро, мы и думали, ну, какой-то маленький город там. А ведь там было миллион двести тысяч жителей до СВО. И он раскидан, и вот эти терриконы, и все эти, да, шахты. И, конечно, вот это вот поразило, что как вообще там люди живут без воды. Воду иногда три дня надо ждать было. И вот после этого я сделал много очень репортажей, правда, коротких, там, на запрещенных этих платформах, которые в России. Но только через них можно было это донести. И мои репортажи перевели и на испанский, и на английский, и на немецкий, и на французский, и даже было в китайском тоже. То я тогда решил, что я хочу туда ездить постоянно. Но с 22-го года лета мы помогаем, вот у нас есть такое движение «Передай добро ВКонтакте». Мы не собираем деньги, но мы помогали с финнами, тогда закупали коляски, костыли, там, все-все-все, для раненых, которые находились в Санкт-Петербурге, в Академии Кирова. И одевали их, обували, потому что у них ничего не было. Армия ЛНР, ДНР, она была нищая. То бишь они пошли воевать в лаптях, типа того, да. И, надо сказать, воевали вообще. Вот 10 лет они воюют, и они до сих пор еще, как говорится, воюют. Вот. Поэтому вот когда я все вот это вот все увидел, то летом в июле было мероприятие, где участвовала премьер-министр Санна Марин. Я к ней подошел и говорю сперва... Это где? Куда? В Финляндии. Уже ты там был. Да, в Финляндии. Я говорю, что премьер-министр Санна Марин, если у нас есть в Финляндии демократия, почему вы не поедете на Донбасс, в Луганскую Народную Республику, в тот же Мариуполь, что вы все кричите, что русские там всех убивают, насилуют и воруют стиральные машины. И она на меня спустила тогда охрану. И вот для меня это было как-то, наверное, такой вот вообще щелчок, что я стал очень ярым антифашистом, потому что я понял, что Финляндия превратилась в Прибалтику, то бишь там уже процветал вот этот вот весь культ фашизма, культ этого запрещенного Азова, Айдара, всех вот этих подразделений. И я понял, что они не хотят никакой правды вообще. И только эту правду можно донести через то, если делать позитивные, добрые репортажи. И я стал делать репортажи о том, как люди живут, как они без воды живут. Вот я когда потом поехала уже в этом году, в апреле, и Херсонская область, и Запорожская, и, конечно, Донецкая народная республика. И вот так вот они стали как-то более понимать о том, что я не езжу вот на танках, не ору там это самое, мы дойдем до Берлина, до Милана, до Хельсинки. А именно, если мы и делали, то это эвакуационные какие-то моменты с российскими военными. Ну вот когда мы в Авдеевку ездили, там, например, вот жители меня ждали благодаря гумпомощи Юрия Мезинова. Его называют еще генералом гуманитарных войск, потому что он на этих инкассаторских машинах вывозит раненых, вывозит этих всех бабушек, дедушек, детей, животных, привозит им вкусную еду. И меня поразило, что по нам били всем, чем, как это самое, можно ударить. И они знали, что это эвакуационные машины, что это... Мирные граждане. Да, мирные граждане. А люди вот в Авдеевке, там, бабушка Рая и другие, они жили в подвале. Я вот из этих подвалов пытался донести до, как говорится, людей. А когда еще были в конце апреля в Токмаке, это Запорожская область, то там дома за день обстреляли авиационными бомбами. И погибли люди. А когда мы были, по нам ударили этой авиационной бомбой. То бишь получается, что журналисты западные и российские, да, эта цель тоже номер один. Как врачи, как пожарные. Как вообще можно скидывать какие-то бомбы на пожарных, на врачей, да. Но вот это вообще ни в какую конференцию ООН, ни во что не это. А поскольку я был на Майдане, после Майдана от АБСЕ ездил... На Майдане, в смысле, в Киеве? Да. Был в тот момент, да? Да. Был в этом ненормальном, этом Майдане, потому что это была попойка, грабежи, там аморальные все эти личности, журналисты западные пьяные, там вот эти вот все, как говорится, жуткие вообще. Меня обокрали в последний раз, когда был на... после уже Майдана, когда тоже там все жгли шины, и все хотя жили в пятизвездочном отеле. Я понял, что Украина – это какое-то проклятое государство. Но еще, я понял, это в Берлине, когда вот в Берлин приезжали из Черновцов эти дешевая рабочая силия, логостарбайтеры, их там и спаивали, и наркотой, и ребят, и девушек обкачивали, потом на какие-то оргии увозили. Украина продавала все. А сейчас вот, когда я последний раз встречался с военнопленными украинскими, они мне передали кадры, где идет расчленение ихних же собратьев раненых. Их просто распиливают на органы. Это тоже была сенсация. И все вот то, что ты рассказываешь, ты доносишь до западной аудитории, да? Да. И теперь еще и до китайской аудитории, потому что мы объединились с китайским военкором, и он на Донбассе. Но поскольку я езжу больше, и у меня больше возможностей, то вот он делает мои репортажи на китайском языке. То есть ты уже известен буквально во всей Европе, Китае, в Азии, соответственно. И они пишут, что я вообще не финн, и что я вообще не союзи журналистов в Финляндии там не был. И меня вот удивляет, что я же знаю всех финских журналистов, которые работали в Москве, в Санкт-Петербурге, всегда в посольстве Финляндии устраивались, как эти называются, предрождественские посиделки, консулов, послов всех знал. И они теперь говорят, что я как это самое... Ты хотел показать доказательства. Да, я вот хотел показать, что вот это вот 2007 год, это пресс-удостоверение, и здесь написано, что Suomen Journalist Elite, то бишь Союз журналистов Финляндии, он входит в интернациональный Союз журналистов всего, как говорится, мира. Вот ты можешь на английском даже сам посмотреть, внизу написано. И они, принимая даже взносы до... Я был в этом Союзе до 21-го года, они это самое... Принимая, как говорится, эти деньги, они теперь говорят, что я вообще там не был. Я говорю, ну хорошо, но у меня же есть выписки, сколько мне за фотографии платили, в каких СМИ их опубликовали. Я говорю, что я не финн, вот паспорт, тут написано Ленинград, правда, паспорт уже просроченный, потому что в Финляндию я из-за безопасности не могу поехать, потому что в Финляндию не поехать, границы закрыты, а в Эстонии или в Польше, или где-то там могут... Ну, как сказали, могу пропасть и попасть уже в СБУ. А рисуют и передадут, да, на Украину, естественно. Да, да. И, конечно, вот это вот горе, которое вот я вижу. Я был на обстрелах, был на прилетах Хаймерса. И вот, когда приезжаешь в Москву, кажется, что как тут все, просто люди в дискотеки ходят, в ресторанах сидят, а там люди не знают, они вот уйдут сегодня на работу, в школу, в детский сад, и придут ли они оттуда. И вот я когда уезжал, я был в гостях у Виктора Михайлева, который известный кузнец Донецкий. Он делает, как говорится, из смерти что-то хорошее. То бишь вот это вот... Инсталляция, да. Да. Гильза разорванная, да, и маленькая гильза, и здесь вот растет роза. А Донецк же это город «Миллиона роз», он очень был известен. И у него вот эти замечательные всякие инсталляции, как вот он видит горловская Мадонна, что вот мать шла с детьми, и по нему ударили снарядом, и вся семья погибла. Но как на Западе вот это вот не видят? Я вот этого вот вообще не понимаю. Как потом вот будут люди смотреть в глаза? Потому что все равно же Россия победит. Россия уже побеждает, и сейчас даже другие и политики западные, и журналисты уже стали как-то новые тапки себе искать, потому что, как говорится, без России... Финляндия же умерла. Приграничные территории в Финляндии, они просто вымерли. Я вот последний раз был летом и в сентябре 23-го года, это было страшно. Лапинранта, это какой-то вообще был город-призрак, когда весь центр умер, все обанкротилось, пустые лавки, витрины. А люди все говорят, это Россия виновата. Я говорю, окей, хорошо. Они же сами все закрыли, прекратили. А почему закрыли государственную границу? Потому что бункеры строили около Нуиема, чтобы не видели, не ездили, и спокойно. А Александр Ступ теперь превратился в какого-то натовского, американского, как говорится, болтолога, который без конца только кричит, что Россия должна проиграть на поле боя. Тогда мы будем говорить о каких-то мирных переговорах. Пардон, Финляндия же не ведет военную операцию против России, правильно? Но он все время говорит, что нам, то бишь как бы Финляндии. И получается то, что вот это вот вранье Зеленского, а я еще в 22-м году сказал, что Зеленский обманывает весь мир. Но мы же сейчас видим, что его солдаты, они и без еды, и без воды, и брошены. Да, и, кстати, в схронах, вот в Авдеевке нашли полуэтих, ну, они тогда еще были, конечно, полуживые, когда из них органы вынули, но потом их полуживых скинули в колодцы украинских солдат. А Авдеевка, это же была территория Украины, а убивали, они на танки приезжали, стреляли, и финны тоже были там, потому что одна женщина рассказала, что нашла шведские монеты около колодца, и финны тоже участвовали. Наемники, на стороне ВСО. Ну, они не называются наемники, они добровольцы, потому что они как бы не хотели получать денег, а они хотели помочь. Но это же тоже неправда, потому что они собирают так или иначе, но и даже эти деньги, и то их разворовывают. И вот когда едешь от Ростова до Крыма, дороги, детские сады, больницы, да даже судмедэкспертизу, все реставрируют, реновируют, огромные вливания. Сколько энтузиаздов из России едет, едут со всех регионов, помогают, волонтеры везут. Это вот как один сказал, молодой человек, мы больные. Да, я тоже болен. Вот я еду из Москвы, я везу 120 килограмм, сколько на поезде могу чемоданов увезти, столько везу подарков, там, военным, этим, этим, этим. И это как это цель жизни, потому что мы сейчас делаем вот эту историю. И вот как мы ее сделаем? И что мы потом, мне будет, вот, например, не стыдно, что я потерял все, у меня банковские счета закрыли, в Финляндии, в Германии, все отобрали, квартиру разграбили, собаку конфисковали в Берлине. Собаку даже? Да. Потому что, наверное, гавкает по-путински. И вот этот маразм, он, если мы раньше видели, он в Прибалтике. А из Прибалтики бегут беженцы, которые хотят жить в России, в Запорожской области я встречал. То есть в Запорожье современное, в наше время. Но надо сказать, что Запорожье, оно вообще очень интересный регион, потому что там было до ста разных национальностей. Там сейчас проживает очень много болгар, греков, чехов. И, конечно, те, кто уехал в свое время там в ту же самую Прибалтику, они или там жены, или сами, и вот возвращаются. И армян тоже там много. И получилось, что тогда, когда началась СВО, многие дети, ну, родители остались, а дети, они испугались. Потому что так в СУ запугивало и украинское телевидение молодежь, что они думают, приедут, там их всех изнасилуют, украдут эти стиральные машины, унитазы. И вот с этими унитазами, стиральными машинами и вот этой всей этой брехней в Финляндии, в Хельсинки привезли к посольству Российской Федерации в 22-м году. То же самое и в Риге, и в Вильнюсе. Да, и кровавые трусы танцевали. Это все одинаково. А в Финляндии Ольга Диброва, она ненормальный посол Украины. И вот она орет везде, что надо русских бить, надо делать пакости, надо все запретить. И она запретила все культурные мероприятия. Репин стал не русским живописцем, а украинским, потому что он родился типа на святой земле украинцев, хотя это была Российская империя. И ведь вся вот эта вот история, если люди понимают в истории что-то, хотя, кажется, на Западе забыли и Аушвиц, и все, что делалось с гитлеровскими войсками, в том числе и финскими тоже, то им бы хорошо бы вот всем поехать. Я вот часто говорю какие-то репортажи, я говорю, вот надо собрать всех дипломатов, журналистов, которые типа вот западные корреспонденты тут сидят за 800-900 тысяч рублей, получая зарплаты за свою брехню. И туда, пускай они ничего не пишут, но пускай они посмотрят. И если после этого у них как бы будет еще хоть чуть-чуть совести, то они или расскажут, или, как говорится, заткнутся. А затыкают сразу всех, кто не с нами, тот против нас, и всех надо заклеймить, все получают миллионы от Путина, все какие-то эти тролли, все, и, конечно, их задача сразу же сделать из людей, которые были известны, которые помогали в взаимоотношениях между странами сделать из них изгоями. То есть про тебя в данном случае речь? Про меня, про всех остальных нас большое количество, большое количество. И вот это вот обидно, не то, что обидно, а ты понимаешь, что, когда я всегда верил, что на Западе самая честная журналистика, ты понимаешь, что у нас вообще никакой журналистики получается нет. Если даже факты, они делают так, что это вообще, как бы этого не было, что ты не был ни журналистом, что все это фейки, шпионы, и не финн, да, ну хорошо, вот они это самое, но если по закону Финляндии все, кто живет в Финляндии, имеют гражданство, они уже автоматически об отцу о малайсе, а то бишь финны. А как можно говорить, что он не финн, имея финский пас, и тем более родословную всех финнов. Ну вот. Ты 5 января 22-го года оказался в России, да, и вот буквально накануне своего, когда началась спецоперация, вот твой выбор, как было тяжело встать на чью-то сторону в тот момент? А было не тяжело, было не тяжело, потому что было противовес деньги и нищебродство, называю, прямо вот так вот. И я понял, что меня в России всегда накормят, напоят, и до сих пор это происходит. Вот люди, я их даже не знаю, я вот проезжаю на Донбасс, там был обстрел, говорят, оставайся у нас там, это самое. Там люди с таким огромным вообще сердцем, что это не передать. И деньги, которые мне предлагали, мне предлагали 10 тысяч евро, что я буду получать в месяц, если я буду украинским, как говорится, честным журналистом, как сейчас. Ведь все финские журналисты, которые говорили по-русски, корреспонденты, они стали украинскими корреспондентами, да. Вот, поэтому я понял то, что я бы себе этого просто не простил. Я бы себе это не простил, и я, как говорится, из костюмов дорогих переоделся в военную форму, помогаю военным, помогаю. У тебя там на спине даже написано «Хейскадин». Военкор написано, да, потому что люди тоже, когда они знали, они боялись, и они звонили в службу безопасности, что какой-то лазутчик, какой-то там этот самый диверсант, и поэтому... Хотя ты часто говоришь по-русски, и так сразу и не скажешь. Ну, да, так сказать, ну, когда я, во-первых, приехал, мне было труднее говорить по-русски, это сейчас я на многих передачах, много выступлений, и уже как-то с друзьями все время, да, там на русском языке. А когда я приехал, то у меня словарный запас все-таки был тоже намного меньше, и, конечно, вот уже за это время поднатаскался, называется. Но все равно я вижу и Ждунов там тоже, да, есть, они ждут, есть пожилые люди, которые ждут, есть молодые. не на Донбассе, Запорожье, Херсонская область, вот Запорожье, Херсонская область. На Донбассе, вот я Ждунов сам лично не встречал, а вот Запорожье, Херсонская область, да, именно этнически, это вот в Чехах есть, в Греках есть, это вот, да, есть этот момент. Но я бы сказал так, что они, кстати, в Ждуны есть и в Финляндии, потому что Ждунами я называю тех, которые, как говорится, ждали, а вот что с Россией будет, мы вот в Россию ездили заправляться, там, покупать дешевые эти самые продукты, там, в гости, попьянствовать, я называл это приехать на пиццу, наесться и намыться, да, вот, и когда закрыли границу, ой, а как так, а теперь вот мы, где мы будем мыться, да, где мы будем пить, где мы будем мыться, это самое, веселиться, и стали писать жалобы, что мы напишем в парламент Финляндии, в ООН, откройте границы, вы там, открыли? Нет. Там создали, да, там создали же чуть ли не власовское движение, что вот это самое, мы с Россией ничего не имеем, мы от нее открестились, но откройте нам границу, чтобы мы могли ездить за дешевым бензином. И вот такие Ждуны, они сейчас уже стали переобуваться, типа того, ой, а вот вдруг Россия все-таки вот выиграет, а может быть там чего-то на армию там дать или что-то. И я вот это вот заметил, что люди там сидели в болоте и ели этот лосось, я так говорю, а потом вдруг все стало плохо, а сейчас такие идут массовые увольнения, столько банкротств в финской истории вообще такого никогда не было. а то, что они мне все время говорят, что я ватник, так я из Донецка прямо одел вот эту шапку-ушанку и говорю, да, я ватник, в городе ватников, но здесь есть замечательные и ательеры, и модельеры, и кафетерии, и рестораны лучше, чем в нашем захолустье Хельсинки. И если раньше мне как-то было там стыдно или обидно, то теперь мне вообще на эту финскую аудиторию наплевать, когда у меня есть огромная аудитория испаноговорящих, потому что меня переводят, тех же китайцев, немцев, да, зачем мне они нужны, потому что мне через каждое второе сообщение там присылают рюсса, а рюсса, это как, это пошло от шведского рюсска, то бишь русский, и они вот это вот все, они забыли, что я финн, что вот это все корни финские, а они пишут про моих родственников, это большевики переехали в 30-м году в это самое, и типа вот, вот они были прокляты, и вот он тоже должен быть проклят, я постоянно устраиваю всякие шабаши у финского посольства, они уже даже не реагируют, они уже приходят, да, да, хорошо, вы придете, там это, да, кстати, вот тоже хочу сейчас это самое, сейчас попринялся у нас посол женщина стала, может быть, она что-то донесет, да, как говорится, элит политических, но в свое время тот же Кекканин сказал, что в Финляндии очень политически необразованное общество, то бишь, это общество, которое живет в деревнях, и оно читает вот эти вечерние новости, а профессора, там журналисты, там другая вот эта элита, она читает уже там журналы, которые для обывателя обыкновенного финского, они написаны слишком тяжело, и они не занимаются этим, и вот общество разделилось, но общество пропитали так за 24 часа в сутки, и вот начиная с, уже с января, финнов готовили, что будет война, будет страшная война, Путин нападет и на Финляндию, отберет и Оланды, и финны уже вот готовились к этому, что на них тоже нападут, а Украина, в том числе, вот эта вот Ольга Диброва, и ненормальный этот наркот Зеленский, они использовали российско-финскую кампанию и Вторую мировую войну, что, а вот помните, вот на вас напали, вот что с вами было, а сейчас Рюдте, новый генеральный секретарь НАТО, заявил, что Украине, наверное, придется, как и Финляндии, потерять территорию, то бишь, получается, Украину уже готовят, а еще недавно Боррель орал, что нет, мы будем побеждать, мы будем Украине давать, нету денег-то, и на Западе, кстати, люди сразу реагируют, когда холодильник пустой, холодильники ничего нет, значит, надо все сворачивать, а сейчас нету ни социальных выплат, огромные депрессивные проблемы, с психикой, с головой там у людей стало плохо, а плохо почему? Потому что все привыкли жить за счет государства, государство платит, все хорошо, мы довольны, а когда все урезают, а люди привыкли, что в России-то надо вот как лягушка, в кувшине барахтаешься и масло взбило, здесь никто никому ничего не дает, ни как вот эти дотации, а там и украинцы приехали в Финляндию, все думают, ой, новая рабочая сила, ни языка, ни желания работать, им там и домики дали, и что хотите, и зачем им что-то надо, когда им деньги все время на счет пошел, как и сомалийцы, и другие там, кто приехали в Финляндию, они не хотят работать, к тому же у нас очень большие проблемы, с венерическими заболеваниями, там очень много всего привезли, тоже подарков. С Украины. Да, с Украины. Поэтому Финляндия получила, ну вот весь вообще букет, который можно было от Украины, и то они все время требуют, что вы должны нам, и помогать должны, и брать беженцев должны. Ну, той Финляндии, которая, как говорится, моя, моего юношества, мои, да, кстати, родственники, все финны от меня отвернулись практически. Вот только хотел спросить. Да, да, с детьми мы не общаемся, потому что это небезопасно. Ну, хотя они взрослые уже, и это, конечно, трагедия. Но я хочу сказать, что время, оно лечит. Поэтому вот даже вот Великая Отечественная война, сколько немцев убили, запытали, да, сожгли, россияне же простили. Немцы же сюда приезжали, им морду никто не бил, правильно? Поэтому время, оно лечит. А этот конфликт, он горе для всех россиян и украинцев, потому что это братские народы. И говорят практически на одинаковом, хоть они и кричат, что мова. А мова это что? Это польского смеси или суржик вот этот вот. Я раньше даже не знал, что такое язык суржик есть, смесь, да, украинского и русского языка. А в Киеве, когда я был, все говорили на русском языке. Поэтому то, что русскую культуру хотят искоренить в Европе. Ну, а как без русской культуры? Балет, все-все-все, спорт, все-все это великие люди, они из России, поэтому, или имперской России, царской России, Советского Союза. То как вообще вот это все могло случиться? Я не понимаю. После вступления в НАТО в Финляндии, что поменялось? Или ты уже не знаешь сейчас ситуацию? Что поменялось? Финляндия отдала все свои базы, как говорится, без единого выстрела. Финляндия всегда была нейтралитетна. Все кричали о том, что в НАТО только через референдум, получается, всех обманули. Но перед этим были, вскидывалась информация, что Россия нападет, нам это необходимо, только НАТО нас защитит. То, конечно, это показывает то, что все это готовилось. А когда тогда Сауле Нинист, президент Финляндии, заявил, что мы ждали этого столько, Александр стук потом, а мы ждали этого больше 30 лет, а парламентарии орали, а мы были вообще 40 лет, это ждали. Получается, что все ждали, когда наконец-то... Все ждуны. Да, все ждуны. Что все ждали, хотя жали руку Путину и говорили, какой замечательный друг. И все, получается, ждали. И жили за счет России. Да, и жили за счет России. И вот это меня, конечно, поражает, что в Миккеле, это вот город моих предков, сейчас будет вот этот стратегический штаб НАТО, но его возглавит швед почему-то, поэтому все в такие игрушки играют очень опасные. И вот один раз, когда я был на обстреле Петровского района, там уже ближе-ближе к фронту, то я вообще о том, когда мы вот ездили с волонтерами, по нам били просто вот артиллерии, Украина била, я просто потом сказал, что я хочу уже, чтобы по Хельсинки долбанули ракетой, чтобы они наконец-то поняли. И вот сейчас СИАРТ, министр иностранных дел Венгрии, сказал, что неплохо было бы про Брюсселю долбануть чем-нибудь. Это Фица, по-моему, сказал. А, Фица. Да-да, извиняюсь, да. Вот это самое. То показывает то, что в Европе уже тоже... Такие же настроения. Тоже уже такие настроения. Но в отличие от Финляндии, вот я вижу, Италия, Франция, в Испании очень сильные пророссийские направления вот эти вот. Финны и вот эти ждуны, и русскоязыбочное общество, оно боится. Оно боится потерять эти свои домики, бизнеса. Они готовы вот приползти и на коленях стоять, что вот, ой, а мы вот не будем за Россию, но мы не русские, и мы вот приехали, но мы даже на русском не будем говорить, мы на плохом финском будем говорить, но чтобы вот только нас не трогали. А границу откройте, да, чтобы помыться и побриться, и выпить можно было поехать. И вот это меня поражает. А что бояться-то? Если во Второй мировой войне во Франции гестапо там кожу снимало это самое со спины, да, то у вас-то всего деньги отнимут. А получается, что деньги настолько вот этот яд пропитал и этих, которые уехали, как их называют, колбасные гости. Сейчас, кстати, вот когда Путин подписал этот закон, то многие сразу схватили за голову. Ой, а поехать в Россию? А что они нам дадут? Так вот я им всем и на финском, и на русском скажу, а вам тут ничего не дадут. Потому что у вас есть возможность сюда приехать, а вы должны уже тут сами карабкаться. И сами давать. Почему мы должны кому-то давать? Ты же сам знаешь, что на Западе привыкли, что нам должны пособия давать, что мы сюда такие замечательные приехали. Но то, что это не дружественные как бы страны, то это вот как раз такой момент, что это здорово, да, что президент России, несмотря на то, что натовские страны воюют, а натовские страны воюют против России руками Украины, да. А ведь в Курской области и финны, и шведы, и американцы, и колумбийцы, и поляки, и прибалты тоже. И они убивали мирное население. Да против кого вы воюете? Вообще на Западе, вот, Белгород и Курск пошла вот этот раздрайв, что зачем они туда вообще заходят? Там же, ну, нету никаких военных, стратегических... Это же не Донбасс, правильно? Что отвоевывают эти... А показать вот эту вот картинку убития, кучу мирного населения, издеваться над этими молодыми ребятами, служащими, они показали, какие они уроды, варвары. Это вот то, что я вот видел в студентах медицинских этих центрах. Я моргом столько объехал тоже. Все эти издевательства, все вот эти вот убийства мирного населения. Меня потрясла вот трупик маленького ребенка, который был там, ему, наверное, два годика, он весь разорванный от Хаймерса, что вот в дом им там попало. В Волновахе Хаймерсом ударили по Дому культуры. Ну, хорошо тогда дети уже успели за час уйти просто с мероприятий, а если бы они там были. Сейчас уже этот дом Волновахи, культура восстановили. А вот в 23-м году, когда мы были, мы приехали туда, стоит вот целое здание стоит, вот если так с улицы вечером посмотреть. А нам говорят, вот пройдите в актовый зал. А мы прошли в этот актовый зал, а там дырка огромная прямо вот в этой крыше, и все это оборудование, все это валяется. И вот это вот зачем делать? Тебе трудно застать в Москве, ты постоянно мотаешься везде, ну, чаще всего на Донбассе, в той стране. Что дальше, какие планы? А дальше теперь надо поехать в Санкт-Петербург, в мой дорогой Петер, и в Ленинград встретиться с друзьями, забрать пресс-удостоверение Союза журналистов России. Теперь уже Россия. Вот. И возвращаться обратно. В зону. Да. Сейчас я вот доделываю уже три документальных фильма, потому что все время вот ездил. Да, кстати, вот участвовал тоже в помощи съемок замечательный режиссер Артем Артемов. Он снял фильм свои, про своих сослуживцев, которые практически все попали в засаду. И погибли на Донбассе. И вот я тоже помогал, участвовал в этих съемках. И перевели на английский, на китайский вот эти вот новости. И люди были очень заинтересованы, что когда фильм на следующий год выйдет, чтобы вот его увидеть. И вот это вот здорово, когда военный стал режиссером, писателем. Вообще вот то, что я общаюсь с русскими военными, с Донбасса, с казаками там, всеми подразделениями, которые только есть. Я вот не вижу там вот этой злобы. Да, вот горе, то, что ребята погибли. Самое большое, как говорится, от чего гибнут, это дроны. Потому что вот это вот варварство, когда сперва снайпер тебя подстрелит в ногу, а потом тебе там в спину влетает этот дрон, и разрывает человека, они потом вот летают, и время проходит, и он там лежит, и его уже черви едят. На это смотреть страшно. Я не понимаю, зачем они это делают. Потому что вот любой западный, даже полный маразматик, он тоже подумает, ну ведь, а это может быть мой брат там или кто-то, да и вообще какая-то человечная. Ну убейте вы его сразу, но они же не дают его эвакуировать. Они по этим молодым ребятам, которые из военно-медицинской академии, выпускники, кидают дроны, то бишь ранят, придет эвакуационная группа, они скидывают бомбы. По нам, журналистам. Я бы на самом деле их всех бы сам бы просто убил, бы расстрелял, потому что я очень гуманный человек, и я никогда не думал, что я буду военкором. Хотя я был криминальным журналистом в Алталехте, я расследования, всякие там преступления, все вот это вот делал, но больше писал о моде, о туризме, в туризме с 95-го года, как говорится, самого юношества. И я не думал, что я вот так вот озлоблюсь, что во мне будет вот такой тоже, как кремень, и я готов хоть погибнуть, но нести эту правду. Но вот это вот все очень сильно изменило. И я понимаю, что вот сейчас многие законы приняты, кому-то они кажутся, что это слишком серьезные меры, но Россия не дали другого выбора. Россия всегда ориентировалась на Запад, и шла на уступки, и принимала даже не себе, как говорится, выгодную позицию. Но когда вот уже пошло вот это вот, что начали просто травить и диктовать, что вот вы сделаете так или так, или мы вам перекроем это, ну и что, и сперва, да, было трудно. Да, сперва было действительно, врать нельзя. Ленинградская область очень сильно пострадала, потому что были и шведские, и финские предприятия, и немецкие. И они просто взяли, свалили, а люди остались, как говорится, без работы. Но потом же российские инвесторы получили за копейки. И Паулик, Финов получили, и Нокиан колеса получили, уже с квалифицированными рабочими, с танками, всем оборудованием. Ну ушли и ушли. Но зато теперь, как Владимир Владимирович сказал, что ушли и все. И больше вы уже сюда не придете. Нишу заняли другие. А сперва вот надо было показывать, что у нас хлеб есть, у нас яйца есть, потому что вот это было, ой, у них теперь и яйца пропали. Я говорю, ну и что, что там просто на сколько-то. Но благодаря тому, что я жил в Советском Союзе, хоть у нас и была ситуация намного лучше, чем у других, что финны привозили провиан все время и всякие вкусности, но все равно вот эту вот, когда школу проходишь, а тем более на Донбассе, я же ведь в частном секторе в основном живу, да, и кружкой водой обливаешься, и воды нету, и не знаешь, как тебе помыться, и как это в туалете с воду, а люди этого не понимают. А вообще меня поразило, когда из МГУ учитель пишет девочке, которая на факультете артистов в Донецке учится, а не могла бы ты этим танком сказать, чтобы они не жужжали, и чтобы стол не трясся от ноутбука. Вот у нее в голове, вот в этом МГУ, у этого учителя вообще есть понятие, что в Петровском районе танки ездят без конца, и там не только стол трясется. Ну, это есть проблема, да, что люди, живущие в разных регионах, не понимают, что происходит. В Москве люди не хотят вообще понимать, что там происходит. А, как говорится, потерять все. Главное, чтобы у тебя была там каша какая-то, что-то это. Пожили хорошо, как это самое, и спасибо, да, и ели и в пятизвездочном отеле, и жили. А теперь вот живем вот так вот. И для меня это не проблема. Но зато у меня вот, я вот ехал в поезде, наверное, человек 20. Ой, а вы этот? Можно с вами сфотографироваться? А вот можно на вас подписаться? А можно там вас обнять? А можно вас там угостить? Я вот один раз ехал с российскими военными. Пришлось съесть пять супов разных, шесть штруделей там каких-то выпечек. И, конечно, с ними друзей помянуть, потому что вот хотят люди общаться, и их нельзя тоже, как говорится, бросить. Зато у меня шевронов всяких разных подразделений, десантники там такие-то, и Спаньола, и Пятнашка, и Ахмат, и кого там только нету за казаки. Как раз спросить про лисичку. А лисичку это мне подарили колумбианцы. У них есть как поверье, что вот лиса – это очень умное животное, а журналисты – это нужна и хитрость, и смекалка, и чтобы быть неуязвимым. И тут все вот сочетается, да, что вот на Донбассе надо быть, чтобы быть и хитрым, и уязвимости, чтобы убежать от дронов, от этих бомб, там быть быстрым, ловким. Вот поэтому они мне такую лисичку подарили. Спасибо, Костя, спасибо, что рассказал про себя, про всю эту историю. Береги себя, держись, мы с тобой. Спасибо, спасибо.